здравствуйте меня зовут федор васильев это обзор русского интернет-магазина мы с вами продолжаем мы с вами начали создавать прошлом видео товар остановились на вкладке детали переходим на третью вкладку параметры публикации в левой части я подробно не останавливаюсь потому что эти настройки аналогичные настройки создания статей в джумле также справа важный параметр мета тег description description это описание здесь нужно не больше 160 символов разместить описание вашего товара это очень важно для поисковых машин яндекс и google и другие поисковые машины они смотрят на эти параметры и поэтому этот параметр нельзя игнорировать его нельзя оставлять пустым потому что иначе ваши товары будут плохо индексироваться поисковых системах я надеюсь это понятно кей ворс а раньше это было нужно сейчас это не используется это поле мы оставляем пустым так остальные параметры мы не смотрим идем дальше изображение изображение для галереи в товаре то есть смотрите мы когда создавали детали у нас здесь есть изображение это обложка чтобы вы лучше понимали я наглядно в магазине покажу на примере своего магазина то есть смотрите вот я открыл товар вот у меня основная обложка а вот это вот это это и есть как бы слайд-шоу да то есть часто вы наверно видели в интернет магазинах такие картинки в товаре то что имеется не одна картинка а несколько то есть телефон может быть в разных разворотах да то есть мы создаем например магазин по продаже телефонов значит несколько разворотов то есть вот например вот основное изображение а вот так мы переключаемся здесь и смотрим изображение галереи соответственно вот здесь вот мы кликаем на можно прям вот на эту синюю полоску кликнуть у нас выезжает вот такая вот панель первое поле имя это альты для изображения то есть описание то есть это опять seo настройка то есть это хорошо для поисковых машин можете заполнять можете нет доступ public то есть везде только все пользователи или можно сделать только для зарегистрированных пользователей но я не рекомендую делать для зарегистрированных лучше пускай здесь все состояние по умолчанию опубликовано здесь ничего мы не трогаем нам нужно только вот это вот изображение кликаем на кнопку выбрать и давайте сюда к нам в медиа менеджер загрузим изображение для этого товара с компьютера выбираем и я выберу например вот обратную сторону телефона и этот вот плоскую часть зажатым control 2 изображения открыть загрузить так изображение на загружены пример я хочу сначала обратную сторону телефон я кликаю по этому изображению вставить все изображение наставилось мы нажимаем сохранить и закрыть видно у нас здесь во вкладке здесь маленькая картиночка какое-то изображение здесь можем нажать на лупку это редактирование это снять публикации галочку если мы делаем кликаем по ней если мы на нее опять кликнем она возвращается публичный доступ состояние паблик также иконка изменить и крестик мы можем удалить например если нам не нужно и здесь есть стрелки вверх-вниз это менять местами то есть когда у нас несколько изображений и какой-то нам нужно выставить например чтобы шло первым вот в этом галереи изображений да но у нас загружен только одно так как загрузить еще но можно либо нажать вот добавить изображение либо можем просто по синей этой плашки кликнуть и мы добавляем новое изображение кликаем на кнопку выбрать и я выбираю другое изображение вставить сохранить закрыть вот вы видите я загрузил два изображения все пока здесь оставляем как есть то есть у меня только два атрибута мы не трогаем потому что их нужно создать отдельно сначала в магазине вкладки вкладки здесь аналогично добавляются вкладки об этом поговорим позже чтобы вы лучше понимали я также наглядно покажу вкладки они находятся вот открытый товар и вот здесь вот идут вкладки здесь может быть вкладка отзывов или комментарий характеристики и атрибутов варианты продуктов кликаем также по синей плашки варианты продуктов это например вот цвет корпуса черный серый розовый желтый имеется телефон и у него корпус разного цвета соответственно человек может при покупке телефона выбрать тот цвет которому нужен это важный момент потому что если человеку нужен черный телефон то он будет искать черный телефон как правильно заполнять здесь эти поля вот сейчас я открыл другой свой сайт тестовый где я их уже заполнил то есть смотрите здесь вы пишете цвет корпуса этот текст отображается вот здесь если у вас здесь что-то должно другое быть написано перед полем вот этим вот выбора да дальше по-английски имя поле здесь подсказки все понятно обязательно по-английски пишем например color подсказка это у нас если нужно к полю какую-то подсказку как только вы сюда что-то напишите то вот здесь возникает вот такая иконка вопросика при наведении на которую будет ваша подсказка видно пользователям и также каждому полю здесь в этом магазине можно сделать такую подсказку здесь уже решать вам доступ дальше все составе опубликовано и смотреть как здесь все устроено обязательно по-английски black равно черный это у нас получается выбор поля вот черный и через запятую вы перечисляете столько сколько вам нужно то есть неограниченное количество по-английски пишем gray например серый то есть цвета могут быть вообще разные то есть как это вот устроена идет у нас конструкция black равно черный если здесь нужно по-английски то также можете здесь написать по-английски обязательно запятая запятая нам говорит о том что следующее это у нас будет выбор второго поля и потом сохранить и закрыть то есть вот так вот формируется вот такой вот выбор то есть это варианты продукта есть еще вкладка основные параметры но мы пока их трогать не будем далее когда вы создали продукт мы нажимаем сохранить пункт успешно у нас сохранен теперь чтобы быстро создать второй товар мы можем нажать сохранить копию на кнопку и здесь мы сразу опубликуем меняем например цену вообще по сути вы здесь все меняется товар другой я для примера здесь возьму другой телефон например вот этот да возьму название здесь удаляю описание я пока оставлю вы конечно же все когда будет создавать здесь уже будет у вас уникальное имя обязательно меняем альяс если вы пользуетесь сохранить копию у вас альяс практически такой же вы здесь удаляете альяс он автоматически пропишется то есть его оставляем пустым категории смартфоны детали изображение я выберу другое загрузил изображение с белым корпусом вставить изображение слайд-шоу оставляем я оставлю здесь такое же просто для примера да ну и все здесь больше ничего пока не трогаю и нажимаю сохранить закрыть и ведь у нас получается два созданных товара и при наведении на заголовок вот в таком списке вы можете видеть основное изображение товара также здесь показано папочка это у нас название категории то есть под каждым товаром сразу видно категорию и кто создал данный товар потому что в интернет-магазине здесь может быть несколько администраторов несколько авторов неограниченное количество которые могут одновременно заполнять магазин различными категориями товарами то есть здесь очень все круто можно устроить дальше здесь сразу видно против стоимость состояние наличия акция скидка вот такие значки если нет ни акции не скидки дата просмотров то есть здесь подробная статистика идет по товарам главная страница моего сайта то есть я здесь просто загрузил шаблончик и он у меня пустой давайте попробуем вывести товары на главную страницу сайта что для этого нужно сделать как обычно мы создаем пункты меню мы переходим меню майн меню я из пункта меню главное хочу сделать главную страницу всех категорий магазина я перехожу home можно как-то переименовать данную страницу тип пункта меню я кликаю на кнопку выбрать когда мы с вами установили магазин у нас появилась такая вкладка джумла касса кликаем по ней и у нас здесь есть целый ряд всевозможных пунктов которые мы можем задействовать данном случае я задействую второй пункт это категории отображает список категорий продуктов кликаю по нему после того как мы выбрали категорию нас появляется такой пункт выбор уровня категорий корень значит будут отображаться все созданные категории с товарами или вы можете выбрать какую-то одну категорию из ваших созданных я оставляю корень нажимаю сохранить идем на главный сайт обновляем страницу и у вас будет вот такого сообщения не установлена валюта по умолчанию то есть мы не сможем видеть наш магазин пока не сделаем это действие давайте установим валюту по умолчанию в менеджер меню мы нажимаем на кнопку закрыть заходим компоненты джумл касса и еще вот этот выпадающий список мы находим здесь вкладка валюта кликаем туда и у нас здесь не создана ни одной валюты мы нажимаем на кнопку создать здесь как раз таки создаются все валюты то есть он может быть доллар гривны и так далее давайте сначала создадим рубль вот смотрите как выглядит список валют созданных на моем другом демо сайте то есть это уже список из четырех валют видите когда рубль гривен доллар сша евро в первом поле заголовок мы пишем заглавными буквами руб английскими код валюты тоже пишем такой символ валют также вот мы можем наводить мышку здесь все понятно мы просто здесь можем поставить руб курс валют по умолчанию мы оставляем то что вот написано в подсказке внизу то есть вот здесь у нас уже стоит изображение валют нужно выбрать наш флаг мы выбираем ру ру все валюта создано нажимаем сохранить закрыть видно да вот у нас создано одна валюта когда создадим несколько будет вид вот такое каждый потом пункт мы можем редактировать кликнув по названию валюты и так мы создали с вами валюту но мы не назначили и по умолчанию смотрим в правую часть и вот здесь есть пункт по умолчанию надо кликнуть вот на эту звездочку все она у нас стала желтой данную валюту мы назначили по умолчанию если мы перейдем на сайт у нас появляются смартфоны количество продуктов мы создали с вами 2 показывает 2 но здесь нет изображение категориям то есть мы могли еще загрузить изображение категориям давайте пока зайдем просто смартфоны мы видим два товара но выглядит все некрасиво если мы зайдем в товар также выглядит все как-то не очень красиво разработчики об этом подумали и подключили так называемый framework bootstrap мы переходим вот здесь вот в углу справа есть кнопка настройки заходим сюда и сразу же вот вкладка категория верхняя макет страницы категории мы выставляем кнопку bootstrap дальше кликом на вкладку категория также bootstrap продукт bootstrap сохранить если мы сейчас перейдем на главную страницу мы видим у нас красивая рамочка появилась вот здесь белая область мы можем загрузить изображение категории заголовок смартфон и вообще здесь все гибко настраивается ширина толщина цвет кнопки размер кнопки все очень гибко можно настроить клику на кнопку перейти в категорию и у нас уже выглядит все намного интересней также вот этот список как сейчас он выглядит он не обязательно должен быть таким можно сделать плитками ну в общем здесь много чего еще можно настроить мы пока с вами смотрим давайте перейдем в какой товар клику и вот описание мы переходим сам товар и у нас здесь уже смотрится по симпатичней есть наличие цена кнопка купить кнопка в корзину сейчас мы конечно не можем просмотреть кнопку пить потому что у нас не назначен не метод оплаты нет плагинов оплаты мы это рассмотрим чуть позже мы с вами вывели наши товары на главную страницу придали более симпатичный вид и в следующем видео мы с вами продолжим